SCP-1259-RU SCP-1259-RU Комплекс Орион Объект номер SCP-1259-RU Класс объекта Не назначен Особые условия содержания Ввиду невозможности переместить объект, он окружен зоной отчуждения радиусом 10 км Часть помещений SCP-1259 приспособлена под нужды сотрудников фонда Задачей исследовательской группы является вскрытие гермозатвора, преграждающего проход в помещение U5 В основную часть комплекса Приоритетными задачами являются составление детального плана SCP-1259 и расследование инцидента SCP-1259-A Описание SCP-1259 представляет собой подземный комплекс, расположенный в северной части острова Врангеля Связанная с объектом документация отсутствует Однако, обнаружено несколько комплектов спецодежды, а также приборов, которые позволяют предположить, что комплекс был построен для проведения научных исследований Над входом в объект закреплена табличка с надписью Орион Комплекс состоит из небольшой наземной части и, согласно результатам георадиолокации, значительных размеров подземной В подземной части доступны лишь семь помещений Проход в основной части SCP-1259 блокирован гермозатвором, пульт управления которым не обнаружен Полотно гермозатвора изготовлено из нержавеющей стали Гермозатвор обладает высокими защитными свойствами Однако, характеристики грунта и опор говорят о невозможности использования SCP-1259 в качестве защитного сооружения Ввиду высокой вероятности обвалов Отчет о постановке на содержание Экипаж корабля Заметил на берегу острова Врангеля неизвестную постройку Данное сооружение нигде не было упомянуто и не отмечено на карте Капитан судна сообщил о находке береговой охране Связной передал информацию фонду По указанным координатам была выслана разведгруппа «Слепой пес» В составе 8 человек В течение двух дней группа четырежды выходила на связь В сообщениях говорилось об отсутствии людей Угроз и следов техногенной или природной катастрофы Группа доложила о рабочем состоянии большей части оборудования, найденного в комплексе Была потеряна связь с группой Пропажа разведгруппы «Слепой пес» классифицирована как инцидент 1259 Альфа Спустя 8 дней была выслана спасательная группа «Сембернар» На месте были обнаружены следы пребываний группы «Слепой пес» В частности, самолет, на котором прилетела группа Сожжен Приемно-передающая радиостанция Выведена из строя Часть исследовательского оборудования группы В рабочем состоянии Ноутбук с записями доктора Антона Полякова Смотрите приложение 2 Члены группы «Слепой пес» или их тела Ни в SCP-1259, ни в радиусе 15 км от объекта обнаружены не были Поиски продолжаются Приказом директора Все сведения о SCP-1259, полученные от членов группы «Слепой пес» нельзя считать достоверными Обнаруженный гермзатвор, преграждающий путь в основную часть комплекса, открыть не удалось Спасательная группа «Самбернар» не располагала инструментами, с помощью которых могла бы вскрыть его Примечание лейтенанта У нас нет возможности подвести тяжелую технику Использование взрывчатки также невозможно, поскольку требуемый заряд просто обрушит своды комплекса Похоже, мы тут надолго с болгарками и дрелями застрянем Приложение номер 1 План SCP-1259 План является неполным Приложение номер 2 В помещении U3 обнаружен ноутбук, выданный одному из членов разведгруппы «Слепой пес» На ноутбуке найдено множество записей с камер видеонаблюдения На всех них запечатлен член группы Антон Поляков Также на рабочем столе был найден документ, предположительно являющийся дневником Полякова Текст дневника приведен ниже День 2 Теперь я абсолютно уверен, что подчинен некой сущности Проснулся я не в том месте, где уснул Очевидно, сущность пробуждается, когда я засыпаю Но все по порядку Сперва я хотел бы описать свой первый день Это было похоже на пробуждение Я ввел в себя амнезиак Так вот каково это Весь первый день я исследовал местность Я в каком-то комплексе Он расположен под землей В нем много разного оборудования Назначение, большей части которого мне неизвестно Местами я находил вещи, инструменты и приборы Явно принадлежавшие членам моей группы Самих их нет, как нет и следов борьбы, крови и гильз Я сказал бы, что они просто исчезли Самолет выведен из строя Сожжен к чертям Но даже если бы самолет был цел Я не умею им управлять Бортовая рация, понятное дело, не уцелела Радиостанция в комплексе уничтожена Побродив вокруг комплекса, я не обнаружил следов товарищей Я каким-то образом пришел к убеждению, что они мертвы Что их убили Вернее, я их убил Потому что я теперь SCP-3004-1 SCP-3004-1 Это сущность, вселившаяся в меня Она пробуждается, когда я засыпаю Я ничего не помню о ней Но я чувствую, что она просто кошмарна И теперь я сам просто кошмарен Это не SCP-3004 ввела мне амнезиак Это сделал я Это решение было продиктовано желанием забыть местность Маршрут исследования судов близ острова Коды, пароли и позывные фонда Экстренные планы эвакуации Я должен забыть все Что бы помогло сущности покинуть остров К сожалению, я также забыл все, что мне о ней известно Расчет оказался верным Последнее, что я помню Курсы выживания в условиях Арктики Курсы были связаны с местом изучения очередной аномалии Я в составе группы из 8 человек Должен был отправиться на остров Рангеля Это все, что я помню Непосредственно связанное с объектом Даже номер 3004 я выдумал только что Во-первых, я думаю, что он не занят А во-вторых, это мой день рождения, 30 апреля Не знаю, успел ли я выяснить особенности SCP-3004 Но я однозначно решил изолировать себя в комплексе Никакой полезной информации не нашел Очевидно, поняв, что я воспользовался амнезиаком Сущность всю ночь выискивала и уничтожала Все же собранные нашей группой сведения Уравняла шансы Но некоторые факты я могу сформулировать Первое. SCP-3004 крайне опасен Второе. SCP-3004 активируется, когда я засыпаю Или, возможно, когда теряю сознание Третье. Так как я контролирую себя в данный момент Могу предположить, что сущность не может постоянно управлять мною Я заснул ближе к 11 вечера Проснулся в 8.43 Чувствую себя измотанным, словно вообще не спал Выходит, SCP-3004 способен контролировать меня часов 9-10 Потом ему требуется отдых, что ли? Я не знаю, типично ли это для SCP-3004 Или сказывается особенность моего организма К сожалению, у меня нет возможности это выяснить Четвертое. SCP-3004 может пользоваться моими воспоминаниями Иначе бы я не ввел в себя амнезиак Обратное неверно Я не помню ничего из того, что совершала сущность Пятое. SCP-3004 нужен носитель Ей нужен долбанный SCP-3004-1 Это единственное объяснение, почему я еще жив Теперь я попробую проанализировать свои действия Для начала те, что я сделал несколькими днями ранее Надеюсь, Господи, я молюсь, что тогда я поступал здраво В этом случае я не стал ничего сообщать в координационный центр Даже если бы я доложил о ситуации Спасательный отряд вылетел бы незамедлительно и повязал меня И тогда SCP-3004 сделал бы ужасное В случае, если я ничего не сообщил, руководство начало бы разведку со спутника Затем бы отправило беспилотники, затем корабль разведки И только потом отряд Сохранив молчание, я выиграл дня 4 В лучшем случае 5, при учете, что день я уже потратил Думаю, что у меня 4-5 дней, чтобы изолировать себя здесь Для этого у меня есть гермзатвор Мощный, толщиной в 40 см Управляемый изнутри комплекса Он словно создан для того, чтобы запереть здесь SCP-3004 Беда в том, что сущность уже сломала пульт управления Теперь я должен немедленно отправиться посмотреть Смогу ли я починить его День третий С сегодняшнего дня я больше не буду называть сущность во мне SCP-3004 Только сейчас я понял, насколько это неудобно Сперва 3 иностранные буквы, а затем 4 цифры В фонде ужасная нумерация Ее давно пора пересмотреть Отныне я называю объект не я И сегодня, с утра, я получил очередные подтверждения, что не я существует Перед сном я включил все камеры слежения Практически все оборудование в комплексе работает Хотя он и был заброшен лет 10 или 20 назад Сегодня они уже все отключены Я просмотрел записи Не я пробудился спустя 21 минуту Как я заснул И первым делом отключил камеры Чувствую себя просто ужасно Не я опять не дал мне поспать Не знаю, который час Потому что не я смог сбить время на моих часах в ноутбуке Я не мог бы обойти компьютеры по всему комплексу Но кто знает, это все равно ничего не изменит Сейчас еще полярная ночь Так что я не могу даже отслеживать смену времени суток Кстати, касательно компьютеров Некоторые оказались включены Думаю, не я, а затем мной и пользуются Чтобы оперировать аппаратурой и устройствами Зачем? Если бы я знал Я мог бы попробовать разобраться во всей этой технике Но у меня нет на это времени Скажу лишь, что вся она похожа медицинская По крайней мере, энцеллограф, множество лекарств Кресла с фиксирующими ремнями намекают на это А теперь хорошие новости Восстановить пульт управления гермзатвором будет несложно К тому же материалов вокруг с избытком Я могу использовать начинку компьютеров Но мне необходимо сделать все за один день Иначе не я просто уничтожит мой труд Пока он этого не сделал Я осмотрел электрогенераторы Они в порядке Без них нечего и надеяться сдвинуть полотно гермзатвора Генераторы нужны и не мне Поэтому он не станет их уничтожать По крайней мере, пока Когда я приближусь к своей цели Он станет куда решительнее А теперь за работу День 4 Я проделал интересный эксперимент Перед сном я сел в кресло И застегнул на ногах и левой ноге фиксирующие ремни А в правую вколол анестезию Так что она полностью отнялась На записи видеокамеры видно Как не я пытается выбраться из-за подни Но пока рука не вернула чувствительность У него ничего не получалось Но он выбрался Избавился от запасов анестетиков И самое главное Уничтожил мои наработки Я частично собрал новую начинку для пульта И положил ее в сейф Но ведь не я знал пароль Так что ничего не вышло Как же сложно создавать условия содержания самого себя Я должен полностью себя ограничить Но не лишить возможности работать Я должен чинить пульт Но не дать себе уничтожить сделанное Как обеспечить доступ к деталям и инструментам И обезопасить их Это как убегать от собственной тени Но кое-какие соображения у меня имеются Первая попытка ремонта показала Что я могу собрать два модуля по отдельности А потом быстро их соединить Но в таком случае Нужно хранить их в недоступном для меня же месте Это не простая головоломка Но у меня есть идея День пять Сработало, чтобы его Я очнулся на полу спальной комнаты В окружении битого стекла У дальней стены лежат целехонькие схемы Часть ловушки не тронута К счастью я свалился у самого входа Так что могу легко покинуть помещение Что я сделал? Я поставил стулья в комнате так Что они образовали тесный коридор По нему нельзя пройти Чтобы не уронить Или сдвинуть половину стульев На край каждого стула я поставил колбу с хлороформом Не я При попытке перейти к схемам Уронил хотя бы одну колбу И пары хлороформа усыпили его Я заблаговременно продырявил все противогазы и респираторы Но это не стало решающим фактором Перед тем, как лечь спать Я по-свински надрался Не думал, что пригодятся навыки разбавлять медицинский спирт Пьяный не я Не имел ни единого шанса Преодолеть ловушку, требующую аккуратности Записи с камер внушают оптимизм Шатающийся не я Первым делом направился к схемам Забыв про камеры Забыв про свои приборы Голова просто раскалывается Хоть я и поспал немного Держусь из последних сил Нужно работать в меру И скорее ложиться спать Так лучше, чем вырубиться от усталости Упустить момент, когда активируется не я Разобрав ловушку, я ее сильно переделал В оружейной полно ружей и винтовок Все в исправном состоянии Я забрал помповое ружье Затем запер оружейную и сломал ключ Из ружья сделал самострел Но направил его не на дверь Это было бы глупо и неэффективно А на целую канистру с хлороформом Теперь мне и напиваться не нужно Разве что я сам не смогу попасть в комнату Но я что-нибудь придумаю Затем я продолжил работу Сборка и программирование несложные операции Но требует времени Я совсем потерян во времени Да не считаю по пробуждениям Сегодня я так и не доделаю второй модуль Спрячу его в одном из кабинетов Там железная дверь А с ключом есть одна задумка Попробую набить канистру снегом И погрузить в нее ключ Смочу все водой и оставлю на улице Должно замерзнуть намертво Пристегну цепью к трубе Чтобы не я не мог положить канистру на газовую плиту Или спрятать ее Надеюсь растает не раньше Чем я снова буду контролировать себя Я все еще задаюсь вопросом Стоит ли мне убить себя Остановит ли это сущность Может быть Но ведь сюда придут другие люди Не я воспользуется ими Нет Пока гермозатвор на распашку Я должен жить День шестой Не я упустил одну из камер Он не отключил одну из видеокамер Он тоже может забывать Ошибаться У него есть слабые места Это пригодится на будущее Ведь я не знаю Сколько мне еще бороться с дневной Разве что мне некогда просматривать запись Он так и не добрался Ни до одного модуля Мой план сработал Но я спешу с хорошими новостями Есть плохая Не я устроил мне ловушку Он привязал меня к кровати Я оказался весь опутан веревками Узлов какое-то неимоверное количество Ко всему прочему В комнате были разбиты лампочки В кромежной темноте У меня не было шансов распутаться Долго возился Пока не сообразил Что поблизости должен был быть нож На худой конец фонарь Иначе не я бы тоже не выпутался Пошарив вокруг обнаружил скальпель под матрасом Потерял уйму времени Зато не я не тронул канистру со льдом Лед к тому времени растаял Я достал ключ и поспешил вернуться к работе На улице жуткая метель Она вынудит фонд отложить операцию по спасению Великолепно Все компьютеры работают Не я одержимо пытается довести свои дела до конца Чем бы он там не занимался Мне тоже следует поторопиться Держусь на одном только кофе Сил совсем не осталось Но второй модуль завершен Осталось вернуть себе первый Он все еще в той комнате Я надеюсь Мне вспоминается фламандская доска Артура Перс Реверта В ней шахматная игра с мейстер задается вопросом Как абстрагироваться от игры И поставить себя на место противника У нас с не я несколько другая ситуация Но мне не дают покоя те же вопросы Господи Я не знаю что еще придумать Я отчаянно ищу подсказки в художественной литературе День седьмой Я проснулся в запертой комнате Не я положил ключ от двери в сейф Нелепая попытка меня остановить Я открыл сейф с помощью простого перебора Хотя ты заняла время Следующим делом модуль в спальне Я взял болгарку Отпилил у двери петли Пришлось действовать осторожно Я провозился больше часа Но смог сдвинуть дверь Не уронив противовес Теперь оба модуля у меня Гермзатвор отлично работает Я оставлю записи в ноутбуке Ухожу вглубь комплекса И запираю себя Запираю не себя Я сломаю пульт управления Я разворачиваю его на куски Лишь бы у не меня Не было возможности выбраться Прошу Нет, я умоляю Ни за что не вскрывайте гермзатвор Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok